МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, Александр Владимирович, рада вас приветствовать. Главное деяние в каком-то? Ну, вот сам говорил, главное это хлеб-мир. Хлеб-мир? Ну, тогда уверен, что ваша лекция, как всегда, будет интересной, содержательной, яркой. Работаем традиционно в центральную камеру. Будем начинать. Сегодня мы будем говорить о довольно длительной эпохе в развитии советского общества, когда Советским Союзом руководил Леонид Ильич Брежнев, как тогда полуофициально говорили «дорогой Леонид Ильич». Это очень важный, интересный период нашей истории, который многие помнят даже непосредственно. И он, чем очень важно и интересен, это период относительной стабильности. Общество легче анализировать, когда оно стабильно. Мы можем посмотреть, какова его структура, как оно устроено, как люди вообще жили. Я могу начать с какого-то личного воспоминания. И, наверное, первый случай в моей жизни, когда я был приобщен к государственных тайн, и знал то, что не знают люди, идущие мне навстречу, это произошло, когда умер Брежнев. Потому что я находился в этот момент, как сейчас помню, на выставке «Достижения народного хозяйства». Зазвучала траурная музыка, стали перечислять титулы. В конце генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Мы спускались в метро, и мы уже знали, что наступила новая эпоха. А навстречу нам поднимались люди по эскалатору, которые еще этого не знали. Неудивительно, что Леонид Ильич символизирует собой эту эпоху. Давайте поговорим об этом человеке. Тогда не было очень жесткого разрыва даже в уровне жизни между хорошо зарабатывающим рабочим, высококвалифицированным рабочим и даже министром. То есть определенная разница была. Мы не забываем о номенклатурных привилегиях. Но определенные привилегии были и у людей, которые к бюрократической касте не относились. И Леонид Ильич сделал для этого тоже достаточно много, потому что он был человек из народа. Он был землеустроителем, инженером. Довольно поздно, в 1938 году, начал такую уже совсем партийную карьеру. А тут вдруг война. Он не был идеологизированный, такой коммунист с горящими глазами. И война была для него, как для всех советских людей, шоком, потому что она вырвала его из этой привычной обстановки, бросила его на этот фронт, в эту кровь и грязь. Он реально воевал с пистолетом, хотя изредка, но ходил в атаку. Но его основная деятельность, он же был все-таки политический работник армейского уровня. Все-таки он дослужился до генерала, такого политического генерала. Чем он занимался? Не только пропагандой какой-то. Ну да, это нужно было делать, но в основном он занимался бытом солдат и какие отношения в коллективе. Так формировался, собственно, стиль его политики, которая тесно связана с его психологией. Но потому-то он и оказался во главе страны, что сама страна чего-то ждала такого. Что здесь? Первое. Лишь бы не было войны. Отсюда мы должны постоянно следить за обороной. Второе. Народ должен быть накормлен, одет, обут, обогрет. То есть вот эта забота о нашем человеке. И Брежнев и сам, так сказать, сиборит такой, жизнелюб. Но и так вот и номенклатура. Народ у нас будет не бедствовать, и мы о себе не забудем. Потому что если народ при нас так хорошо живет, то и мы тоже можем себе позволить. Живешь сам, давай жить другим. Вот эта философия, она свойственна и Брежневу, и целой большой генерации номенклатуры, которая, собственно, выдвинула его наверх. Что еще здесь важно? Лозунг номенклатуры тогда был стабильность, забота о кадрах. Сидит человек на каком-то месте, не мешайте ему работать здесь. Он справляется, он дело не завалил, нормально, пусть сидит. В конце концов, они сидели, пока не умирали естественным путем или не впадали в маразм. Но вот эта стабилизация кадров привела к стабилизации общества. Общество хотело отдохнуть. Уже хватит вот этого вот рывка к коммунизму. И это эпоха Брежнева. В эпоху Брежнева советское общество достигает известных пределов роста. И как бы мы ни спорили о том, социализм, несоциализм, коммунизм, но вот индустриальная модернизация и создание городского общества статистически фиксируется. Люди стали горожанами, а это совершенно другой тип мышления. Можно говорить о том, что в советском обществе было то, что называется на Западе социальным государством, то есть целая система социальных гарантий, пенсионного обеспечения. Были разного рода фонды, которые позволяли людям бесплатно отдыхать. Но всегда с поправочкой. По количеству все было хорошо. А вот по качеству, качество статистика фиксировалась плохо. Советские люди всегда что-то выбивали и доставали. Начиналось это с благих, в принципе, пожеланий. Сделать так, чтобы на каждого советского человека приходилось примерно равное количество благосостояния, вырабатываемого статистически. Но только те, кто находится ближе к системе распределения, они себе и мясо возьмут получше, и отдых возьмут получше. Кто на чем сидит, тот берет себе, своим знакомым, друзьям, друзьям, друзей. Потом это все начинает обмениваться. И весь продукт Советского Союза, который статистически выглядит очень прилично в штуках, делился на то, что есть у всех, и дефицит. То есть что-то с какими-то качественными чертами выше среднего. Вот это общество, которое, с одной стороны, поражает своей нелепостью, искусственностью отношений, а с другой стороны, некоторыми благими пожеланиями и возможностями, которых сейчас, например, у людей нет. Ну, то есть, если ты едешь в дом отдыха, и он оказывается приличным, то это какие-то стандарты, а платишь ты за это копейки. За жилье ты платишь копейки. То есть нам трудно представить эту жизнь. Она специфическая, но системно она вытекает из таких уравнительных принципов, что каждый советский человек полезен, он должен получить часть благ. Но если это распределяет бюрократия, мы понимаем, что она это распределяет в свою пользу. В 1665 году начинаются реформы, известные нам как Косыгинские, но при всем уважении к председателю Совета Министров СССР. Это реформы и Брежневские, и Подгорновские, и Шелестовские, и Микояновские, поскольку коллективное руководство это обсуждало, согласовывало, очень сложно. И они вместе решили, мы переходим на хозрасчет. Предприятий были десятки тысяч, система усложнилась, уже как при Сталине нельзя. Давайте они будут отчитываться прибылью. То есть элементы рыночности, заинтересованности, лучше работаешь, лучше производишь продукцию, она лучше продается, тебе побольше денежек. И в восьмую пятилетку это стало давать эффект. Действительно, если мы посмотрим вот эти воловые показатели советской экономики, то сначала у нас 6,5%, потом восьмую пятилетку скачок 7,4%. Вот эта реформа 65-го года вводилась постепенно. Сначала одним предприятиям давали новые права, они ими пользовались за счет других. Производили, может быть, более качественно, больше, но им шли, как говорится, ресурсы в первую очередь. А когда распространили на всех более или менее, выяснилось, что все пытаются производить подороже, тогда прибыль побольше. И чтобы с этим что-то сделать, пытались вводить автоматические системы управления, ОСУ. Но компьютеры не тянули все многообразие характеристик, в штуках-то они могли считать, а то, что я хочу модный пиджак, а не просто пиджак, это компьютер посчитать тогда не мог. Поэтому стали вводить всякие новые системы надзора, дополнительные критерии, дополнительные характеристики, не просто прибыль, а чистая прибыль. В 79-м году были приняты постановления, это вот последняя брежневская реформа, забытая, где очень тщательно прописывалось, чтобы муха не пролетела мимо этих плановых показателей. В итоге ни одно предприятие толком не могло это все соблюдать. Нужно было только тогда бумаги писать и отчитываться, а не работать. Хрущевские руководители, сталинские руководители знали, ты на хорошем счету, тебя с этого предприятия на крупное перебросят или куда-то в центр пошлют. А сейчас все сидят на своих местах. Вот что-то внедрять, например, это риск, а вдруг неудачно что-то внедриться. Я лучше буду работать по старинке, меня же все равно не повысят. Все постепенно в этой стабильности начинало костенеть. Господство стало теорией развитой, социализм, коммунизм в далеком впереди. Что это такое, мы уже плохо себе представляем. Живете, как живете, не надо ничего менять. Товарищ Михаил Андреевич Суслов, главный идеолог страны в этот период, вам все объяснил. С одной стороны, Брежневское время – это время максимального могущества нашей страны. Это, конечно, 1975 год. Это Хельсинские соглашения и одновременно победа коммунистов во Вьетнаме. Вот как мы к этому шли? Мы к этому шли, конечно, и через битвы Второй мировой войны, когда Советский Союз – главный победитель, не единственный, но главный. Когда система мира раскалывается на две супердержавы со своими блоками, со своими, ну как сказать, сателлитами, в хорошем смысле слова, вокруг нашей страны, Восточная Европа. Они с Китами при Хрущеве поссорились, кстати, окончательно доссорились при Брежневе, в Брежневе хотел мириться. Но там просто товарищ Мао Цзэдун, он был Ленин и Сталин в одном флаконе, он хотел революционные перемены, ему эти стареющие вожди были совершенно не близки даже по духу, потому что они делают. И как раз вот этот конфликт с Китаем, начавшийся при Хрущеве и обострившийся вплоть до военных действий 1969 года, тут уже как-то и с американцами можно помириться. Вот перед лицом этого сумасшедшего Китая. Может быть, мы подумаем о каком-то улучшении отношений долгосрочном, стратегическом, а Соединенные Штаты увязли в войне во Вьетнаме. И Советский Союз и Китай помогали вьетнамским товарищам, чтобы у американцев дела шли все хуже и хуже. И американцы, в конце концов, с одной стороны, Советский Союз с его проблемами, с другой стороны, сказали, слушайте, может, мы сядем и поговорим? И отсюда вот эта вот блестящая эпоха миротворчества Брежнева. Политика, разрядки, ее наиболее славные моменты при Брежневе – это урегулирование проблемы западного Берлина, это урегулирование отношений между ФРГ и ГДР, то есть между двумя германскими государствами. Таким образом, мы разруливаем проблему в Европе и начинаем выходить на более общие проблемы мировой политики и прежде всего к вопросам разоружения, потому что две сверхдержавы могли просто сжечь друг друга в атомном огне. И в 1972 году президент Никсон прибывает в Советский Союз. Торжественнейшая встреча, можно сказать, почти дружеская. Подписываются исторические документы. Брежнев наносит ответные визиты. Вот эта вот золотая пора разрядки, 1972, можно сказать, заканчивается в 1979 году, принимаются договор об ограничении стратегических вооружений, то есть как раз вот этих самых атомных ракет, один. Договор ОСВ, то есть ограничение стратегических вооружений, два, 1979 год. Кстати говоря, американцы его так и не ратифицировали, но выполняли. Договор о ПРО, о противоракетной обороне. И финал, и апофеоз вот этой миротворческой политики – это конференция в Хельсинки, совещание по безопасности и сотрудничеству, договор, затрагивающий самые разные стороны, нерушимость границ, то есть как бы окончательно закрыли вот страницу Второй мировой войны в Европе и Северной Америке. Третья корзина гуманитарная, что мы должны обеспечивать социальные права во всех странах, такие международные стандарты очень сильные. Правда, тут подставился Леонид Ильич, не досмотрел, потому что права были и в области прав человека. А ему в голову не приходилось, что у нас есть какие-то проблемы с правами человека. У нас есть какие-то хулиганы, которые вот клевечат на советский общественный и государственный строй. И вдруг выяснилось, что это мировая проблема, и Соединенные Штаты стали говорить, смотрите, что у вас делается. Но, конечно, не проблема прав человека стала губить разрядку, а то, что советская экономика столкнулась с тем, что все-таки вот даже при разоружении идет соревнование в новейших каких-то технологиях, и тут мы начинаем, может быть, проигрывать. Но главное другое. Открылись все-таки двери для каких-то визитов международных. Больше люди стали узнавать о жизни друг друга. И выяснилось, что там уровень жизни-то повыше. Оказалось, что нельзя жить в мире и быть независимым от мира. Это Брежневская эпоха тоже показала. Ну и главное, стали давать трещины два направления советской внешней политики. Во-первых, по ракетам. Выяснилось, что в целом договорились, а на локальных театрах не договорились. Мы начали модернизировать наши ракеты средней дальности. Американцы в ответ, ухватившись за это, решили модернизировать свои. Начался новый виток, так называемый ракетный кризис, новый виток гонки вооружений, очень рассоривший нас в том числе и с Западной Европой, хотя были трещины в их отношении с США. И, конечно, уже потерявший хватку вождь, не понял ситуации в Афганистане. Ситуация сложная, неоднозначная. Там местные революционеры постарались. В конце концов к руководству пришел экстремист Амин. Одновременно там развернулась гражданская война. И Брежнев не хотел, еще в марте 79-го года, не хотел серьезно вмешиваться. Но после свержения там друга Тараки, знаете, такой сентиментальный момент. Они плача, обменивались поцелуем с этим Тараки. Он был такой товарищ наш, Амин его убил. Давайте его как-то уберем. И вот эти эпические картины. Советские войска штурмуют дворец Амина. Наши войска входят в эти горы Афганистана, откуда никто еще с почетом потом не уходил. Тут же американцы за это ухватились, стали помогать партизанскому движению моджахедов. Это оказался тяжелейший кризис, который к тому же еще шокировал страны Третьего мира, которые верили Советскому Союзу. И седьмого ноября 1982 года, когда дорогой Леонид Ильич в окружении своих уже поредевших товарищей Иисуслов умер, так вяло приветствовал демонстрантов сломанной рукой, у него за спиной был огромный вал и внешнеполитических, и внутриполитических проблем, которые нужно было решать. И проблемы эти живо обсуждались, но неофициально, в советской прессе, так только намеками, обсуждала их такая независимая среда, которая была в нашем обществе. Обычно это связывают с диссидентским движением, но я покажу, что среда-то была на самом деле существенно шире. Диссиденты были ее ядром, такой внутренней оппозиции, которая была вроде бы и не разрешена, но, с другой стороны, при Брежневе ее и не уничтожали. Это такой парадокс. В принципе, в диссидентском движении участвовало, наверное, 30-40 тысяч человек. Участвовало в том смысле, что хоть как-то соприкасалось. Открытых людей были десятки, ну, может быть, сотни. В 1668 году Сахаров написал работу о прогрессе, мирном существовании, интеллектуальной свободе, которую адресовал руководителям государства. Он пытался говорить с ними откровенно. Слушайте, мы же все понимаем, какой коммунизм. Необходимо взять лучшие черты Запада и смешать их с лучшими чертами нашей системы, добавив к нашей социальной справедливости элементы рынка. Это уже делается. Та же реформа 65-го года. И гражданские свободы, чтобы интеллектуалы могли контролировать правящую верхушку. Представляете, что подумала о Сахарове правящая верхушка. Сахарову противостоял интеллектуально писатель Солженицын, который предложил вернуться к корням, но он позволил себе еще большую наглость. Он написал в 1973 году работу «Письмо вождям Советского Союза». Он их назвал так немножко иронически, но смысл был такой. Но вы же простые русские люди, вы же меня поймете, я же простые вещи говорю. Надо вернуться, ну, куда-то вот в Российскую империю народно, исконно, посконно. Рой Медведев обращал внимание на передовой опыт левой мысли, в том числе экологической, что можно более эффективное производство делать с помощью, там, скажем, альтернативной энергетики, самоуправления, когда люди на местах обустраивают свою жизнь. Понимаете, все это было тогда на самом деле передовым уровнем вообще мировой интеллектуальной полемики. Но важно понимать, что вот эти дискуссии читали через сам издат, то есть напечатанные на машинке книжки, журналы, брошюры. Читал довольно широкий круг людей, которые соприкасались с вождями и тоже думали, какие реформы проводить. Поэтому всегда очень важно знать не только главу государства и вождя этого народа, но нужно знать, а кто, собственно, ему противостоял. Это тоже исторические личности. Интересно, что некоторые из них до сих пор живы. Вообще, советское общество было живым обществом. Там было много разных течений. Там были, например, такие очаги инакомыслия, как коммунарское педагогическое движение, которое хотели приучить своих учеников жить при коммунизме, раз уж он не за горами, как нам говорят, а если путь к коммунизму остановился, то эти люди превращались в бунтарий. Был, например, движение Бардовское, клубы самодеятельной песни, Грушинский фестиваль. Десятки тысяч людей пели друг другу, потом уходили в леса и пели то, что не пели публично. Было экологическое движение очень мощное. Дружина охраны природы, которые могли и чиновника ухватить за браконьерство. Но диссиденты ставили вопрос в политическую плоскость. И получилось это так, что сначала вроде бы при Хрущеве они дискутировали на кухнях, а потом при Брежне встал вопрос, что, может быть, произойдет реабилитация Сталина. Возникла в интеллигенции тревога. Но некоторые, они же обнаглели с точки зрения кремлевских вот этих вот руководителей. Они же начали просто что-то открыто говорить и издеваться. Вот Синявский и Даниэль, они же открыто критикуют нашу литературу и вообще сам принцип социалистического реализма. Схватили писателя Синявского и Даниэля, они переправляли на Запад. Свои произведения это делал, как мы знаем, Пастернак, но Пастернака не посадили. Здесь решили пожестче поступить, так сказать, поставить грань. И интеллигенция возмутилась. И 5 декабря 1965 года наиболее смелые ее представители, в основном молодежь, вышли к Пушкинской площади заявить свой протест и требовать даже не свободу Синявскому и Даниэлю, нет, скромнее, гласности в деле Синявского и Даниэля. Вы вообще объясните, что им вменяется? Логика диссидентов была разработана кругом таких друзей, среди которых ключевую роль играл Вольпин, кстати говоря, внебрачный сын Есенина. Лозунг диссидентов «Соблюдайте Советскую Конституцию». В Конституции написано «Можно митинговать, можно свободно выражать свои взгляды. Мы именно это и будем делать». И нашла коса на камень. Государство некоторое время и партия не знали, что с ними делать. Участников митинга декабрьского 1965 года вообще говоря отпустили. Санкции потом против них были, но не уголовного характера. А вы требуете гласности? Пожалуйста, Синявского и Даниэля осудили на публичном процессе, что вот как они клевещат на наш строй. Государство быстро сориентировалось, ввело дополнительные статьи Уголовного кодекса. Политическая статья была 70-я, до пяти лет, но при рецидиве даже до семи. Добавили 190-ю прим, распространение заведомо ложных сведений, порочащих советский общественный и государственный строй, и за массовые мероприятия. До трех лет можно было получить. Диссиденты решили не останавливаться. Образовалось важное направление работы, защита прав человека. В 1969 году создана Московская инициативная группа за права человека, в главе которой стоят такие героические люди, как сын Якира Якир и сын Красина Красин. Красин государственный советский деятель, Якир жертва сталинского террора, советский военачальник. В 1970 году сам академик Сахаров вместе со своими товарищами, Челидзе и Твердахлебом создает комитет прав человека, участвует Рой Медведев, на самом деле человек демокоммунистических взглядов. Конечно, на слуху писатель Солженицын держится самостоятельно, к диссидентским организациям не примыкает, но в 1973 году взорвался его архипелаг ГУЛАГ, это произведение, изобличающее сталинский строй в связи с Лениным, что особенно опасно для режима. Новый импульс придала этому движению, конечно, Хельсинская конференция. Вот тут создаются хельсинские группы по контролю за соблюдением прав человека. Но идет вот это противодействие. Власть имеет это как какой-то сигнальный прибор, такой вот клапан, где видно, что там в обществе, каково напряжение в обществе, как свистит. В конце концов было принято историческое решение, что хватит им свистеть. И в конце 79-80-м году начинаются существенные репрессии, количество арестованных и потом и процессов, естественно, скакнуло за сто. Война в Афганистане и вот этот ракетный кризис, вот это вот замыкание, закукливание системы, конечно, спровоцировали разгром диссидентского движения, но не разгром инакомыслия, потому что вот эти идеи, эти дискуссии, это все формировало мнение тех людей, которые в этот момент, сидя в кремлевских кабинетах, вырабатывали уже концепции перестройки будущей. И, может быть, если бы эти дискуссии были более свободными, может быть, и концепция была бы выработана поточнее. Мы с вами поговорили об эпохе, которую одни считают золотым веком нашей страны, действительно, вот в этой эпохе, например, не было голода. Продовольственные трудности были, а голода не было. Это была эпоха застоя, но смотрите, какие показатели роста, особенно в начале, очень существенные. Сколько всего было построено, сколько было социальных благ, и в то же время преследования людей, которых вообще было бы и послушать полезно, а их отправляли за решетку и в лагеря. Противоречивая эпоха. А кто-то знает непротиворечивую эпоху. Если вам хвалят какую-то эпоху, ищите критику этой эпохи. Если критикуют, ищите, что в ней было хорошего. Это универсальный подход и к эпохе, о которой мы сегодня говорили, и к любой другой. Спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok